Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы смотрите эту программу. И сегодня я хочу поговорить с вами на очень важную тему. Этот год подходит к концу. И всегда в конце года мы подводим с вами итоги и также строим планы на Новый год. Вообще у всех людей есть замечательная такая привычка, чтобы с Нового года начинать новую жизнь. И нет ничего лучше, чем с Нового года вводить в свою жизнь новые привычки, новые установки, какие-то новые цели и задачи. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы в Новом году вы ввели в свою жизнь привычку ежедневного чтения Библии по плану. Чтение Библии очень важно для каждого верующего человека. Мы понимаем, что Священное Писание является духовной пищей, духовным хлебом для каждого из нас. Мы понимаем, что через Писание Бог обращается к нам. И когда мы хотим поговорить с Богом, мы молимся. Когда хотим услышать Его волю и Его Слово в нашу жизнь, мы открываем Библию. Но, к большому сожалению, за долгие годы своего пастырского служения я увидел такую вещь. То, что у многих людей есть понимание важности чтения и Писания, но не хватает дисциплины и порядка для того, чтобы изучать Писание систематично и каждый день. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, какие преимущества дает нам чтение Библии по плану. А таких преимуществ довольно-таки много. Возможно, кто-то сейчас оспорит мои мысли и скажет, что чтение Библии по плану – это какой-то религиозный обряд, какая-то слишком такая жесткая система, которая не дает нам гармонично строить свои отношения с Богом так, как Дух Святой ведет нас. Знаете, я так не считаю, потому что я думаю, что чтение по Библии по плану – это то, что нас дисциплинирует, но у тебя всегда есть возможность читать Библию по вдохновению, читать те места Писания, которые тебе хочется изучить, которые Дух Святой побуждает тебя читать. Итак, какие преимущества я вижу в том, чтобы изучать Библию по определенному плану? Во-первых, сразу хочется сказать, что планов много. И я предлагаю каждому из вас выбрать такой план, чтобы в течение года вы могли прочитать всю Библию. Я верующий уже более 20 лет, большую часть из этого времени я нахожусь в служении. И я понимаю то, что у многих из нас есть определенное предпочтение в чтении Писания. И есть книги, которые мы читаем многократно в течение года, но есть такие книги, к которым мы даже за целый год можем не обратиться ни одного раза. Я не думаю, что многие из нас часто читают каких-то малых пророков, или там Плач Иеремии, или книгу пророка Иезекиля. Но в этих книгах есть нечто важное, то, что Бог хочет сказать нам и напомнить. И когда мы читаем Библию по плану, у нас есть возможность за год прочитать все Писание и обратиться ко всем книгам и увидеть то, что Бог хочет сказать нам через каждую из них. Во-вторых, я считаю, очень важно, чтобы мы дисциплинировали себя в чтении Писания. Господь сказал нам, что мы не просто должны однажды прочитать Библию, или что мы должны знать Библию. Он сказал, чтобы мы пребывали в Слове, чтобы каждый день Слово Божье входило в нашу с вами жизнь. И знаете, очень важно, когда мы читаем Писание по плану, чтобы мы с вами выбрали определенное время, определенное место, для того, чтобы мы могли уединиться с Богом и провести его в общении с Ним через молитву и Писание. Если у нас есть это сокровенное общение с Богом в тайной комнате, то поверьте, что это очень много принесет в нашу с вами жизнь. В-третьих, регулярное чтение Писания увеличивает нашу с вами веру и изменяет нашу жизнь. Не так давно пастор Джон Бивер провел определенное исследование, которое показал в одной из своих программ. И там он показывает статистику, то, что люди, которые читают Библию каждый день, их жизнь изменяется. Когда люди читают Библию один раз в неделю, очень мало изменений в их жизни. Когда они читают два раза или три раза в неделю, есть и определенные изменения, но их не так много. И чем регулярнее было чтение Писания у верующих людей, тем их жизнь была более полноценной, тем более счастливы они были, и тем больше их жизнь была наполнена Божьими благословениями. Поэтому, знаете, я абсолютно верю, что вера от слышания Слова Божьего. И когда мы каждый день принимаем духовный хлеб, когда мы каждый день принимаем Слово Божье в свою жизнь, то наша вера крепнет, растет, и мы способны ей даже не просто насыщаться сами, но даже делиться с теми людьми, которые нас окружают. Третий, несомненно, если мы читаем Библию каждый день, то наша жизнь будет качественно изменяться в лучшую сторону. И четвертое, несомненное преимущество, которое дает чтение Библии по плану. У вас появится стойкая привычка ежедневно изучать Писание. Чем отличаются успешные люди от неуспешных? Они отличаются своими привычками. И знаете, я знаю много людей, которые хотели бы иметь привычку читать Писание, но у них что-то не получается. И поэтому сейчас я хочу просто сделать вам определенный вызов, чтобы с Нового года вы подключились к одному из планов, и чтобы вы начали читать Писание ежедневно. Через 20 дней у вас появится стойкая привычка, что ежедневно вы будете читать Писание. Есть люди, которые не могут полноценно провести день, если утром не выпьют чашку кофе. Есть люди, которые не могут чувствовать себя хорошо, если не сделают утреннюю гимнастику. Многие привычки нас просто обогащают и заряжают нас энергией и позитивом. Привычки ежедневно читать Библию – это самая лучшая привычка, которую вы просто можете сделать в своей жизни. Это та привычка, которая будет обогащать вас всю вашу жизнь и сделать ее по-настоящему полноценной и благословенной. Я думаю, что вы убедились, что читать Библию каждый день по плану – это очень хорошая привычка, которую стоит включить в свою жизнь прямо с этого Нового года. Если вы посмотрели эту программу позже 1 января, то начните читать Библию по плану с любого дня. И через год вы в любом случае прочитаете Писание, и у вас будет эта хорошая привычка, которая будет обогащать вашу жизнь. В описании к этому видео вы найдете ссылку на наш информационный портал «Светоч», где вы увидите исследования Джона Бивера о том, почему очень важно читать Библию каждый день и как это обогащает нашу с вами жизнь. А также увидите несколько планов изучения Библии, которые вы сможете применить в своей жизни. Также не забудьте подписаться на наш канал, на котором в этом году будет выходить много очень важных, интересных и полезных видео. Также, пожалуйста, нажмите на колокольчик, чтобы сразу же получать уведомления обо всех новых программах. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, благословения, и пусть в вашей жизни появляется отличная привычка читать Библию каждый день.